Всем привет! Меня зовут МГ Рамон, а это Чумовая Пятница от Крафт Шоу. Мы в очередной раз обнаружили игру, которая будет вызывать у нас кучу вопросов тем, что будет задавать нам вопросы. Правда или ложь была создана одним из русскоязычных разработчиков. Тюна является сегодня нашим внутренним голосом. Привет, Тюна. Привет всем! Да, я буду невидима для вас. Она просто, да, для нее места на экране не нашлось. Критически оценивать сегодня с вами попытаемся задаваемые вопросы и анализировать. А с хера ли задаются такие вопросы? Ну, поехали. Аарон Пол и Брайан Крэнстон набили себе по татуировке после завершения сериала «Во все тяжкие». Ну, смотря по какой татуировке они набили, как бы, знаешь, если это бабочка на пояснице, то нет. Конечно же. Но полный вперед на другом еще месте можно набить, тоже вряд ли. Какую татуировку они набили? Возможно, Брэйкин Бэты набили себе. Да, я подозреваю, что имеется в виду именно это. И, наверное, это было бы прикольно. Но Аарон Пол, я думаю, точно набил. Как они будут сниматься в других фильмах? Голыми. Входят и только... Я... и там Брэйкин Бэт. Ну, смотря на каких местах набили, может, там вообще ничего не видно. Ну, да. Это странная татуировка, которую не видно. Или есть еще... Да. Ну, я прям слышу, как Аарон Пол кричит. Where's my money, бич? Ты уже посмотрел весь, что ли? Весь весел? Да что там, смотри. Понятно. Он тут коротенький. Ну... Я вообще не смотрела. Это же не Симпсон. Потому что я не знаю. О, правильно. Это правда. В юности Пикассо иногда топил печь своими картинами вместо дров. Но они так не нравились. Такой... Сжечь. Не, ну, я уверен, что это правда, потому что любой действительно значимый художник, практически любой, ну, может быть, кроме Энди Ворохол тот же, да? То есть он при жизни стал невероятно популярным. А большинство художников остается... Иконой стиля, так сказать. Да, все правильно. А большинство художников становится культовыми только после смерти в основном. И Пикассо явно был, ну, не самым богатым человеком в юности. Я думаю. Поэтому правда. Не, ну... Существует редкое расстройство сна, из-за которого люди спят неделями и просыпаются только для того, чтобы пожирать. Я вам сразу говорю, это правда. Это я. Я бы не просыпался. В таком случае вообще. Да, это правда. Российское озеро Байкал глубочайшее озеро в мире. Это правда? Это, конечно, все знают. Это правда. Игра начала исправляться. И в озере Байкал, насколько я помню, там огромное количество процентов пресной воды, от всего количества пресной воды на планете. Правильно? Это правда. А в Китае книга Джона Стейнбека «Гроздья гнева» вышла под названием «Злые ягодки». Ну, я... Легко. Вот так. Не, ну, может быть, но это... Это звучит как-то слишком глупо, вам не кажется? Злые ягодки. Не, ну, просто... Злые ягодки. Ну, они же там... Образами. Образами мыслят и разговаривают, и язык образный, поэтому вполне возможно. Да, но гроздья гнева... Я, короче, считаю, что это чушь. Я считаю... Правда. И я бы за правду. Ну, ладно. Давай. И... Мы проиграли. Вы... Вот вы проиграли. Понятно? Теперь ко мне прислушиваться будете, я надеюсь? Исаик Ньютон изобрел игру «Гоп-стоп». Я все. Я все. Что? Что, простите? Что такое игра «Гоп-стоп-поп»? Да херня какая-то вообще, что? Все-таки я просто... Правильно, это ложь. Белл такой подходит к Ньютону и говорит, «Слышь, есть позвонить». Большая часть рулонов обоев произведена из переработанных чеков и газет. Я не знаю. Несмотря в какой стране. Ну, да. Кто-то газеты клеит вообще, то есть 100%. Да, просто газетки клеят, чтобы это заместить. Ну, давай, правда, да, скорее всего? Ну, давай, давай. Ну, не знаю. Не правда. Эйнштейну предлагали стать президентом Израиля. Я не знаю ответа на этот вопрос. Это тюнин на личное мнение. Отгадай. Но я считаю, что ты считаешь, что это правда. Тюна, ты считаешь, что это правда? Швеция импортирует 80... Подожди, как это? Какое-то странное число получается. Почему пробел после 80 и перед четырьмя нулями? 800 тысяч тонн мусора в год из Норвегии импортируют. Я думаю, что это правда. Возможно, чтобы там... Поперерабатывать. Да, поперерабатывать. Перерабатывать и тепло себе обеспечить. Да, это правда. Это правда. Но это очень похоже на правду, да? Как бы, ну, это логично. Джеймс Хэтфилд из Металлика написал песню And Nothing Else Matters для своей девушки и не собирался ее публиковать. Возможно. Я когда-то очень много и часто слушал Металлику, но мне было исключительно наплевать на личную жизнь исполнителей этой группы. Поэтому я даже не знаю. Эти все музыканты, Пикассо всякие такие все странные. Творческие личности непредсказуемы. Творческие личности и потом ютуберы ты еще добавил. Мне понравилось, как ты причислил к творческим людям ютуберов. В Норвегии существует город, который называется АД. И он замерзает почти каждую зиму. Я думаю, да. Ну, это настолько офигенно, что... Это провокационные такие вопросы. Да нет здесь никакой провокации. Провокация, может быть, попозже будет там. Сейчас пока нет провокации. Игра жалеет нас. Ну да, давай допустим, что АД замерзает на земле. Все правильно. У тигров нет чувства запаха. Ну точно, да. У кошек нет обоняния. Вы что, у кошек, конечно же, есть обоняние. Зубы коалы достаточно сильны, чтобы согнуть время и пространство. Боже мой. Я хочу, я очень хочу, чтобы это было правдой. Я тогда пойду и куплю себе быстро калу, калу какую-нибудь, понимаете? Калу. И буду дугнуть время. Ну, придется же говорить ложь. Правильно это ложь. К сожалению, надо тут дописывать. В хвостохранилище хранятся хвосты ценного пушного зверя. Вы когда-нибудь хоть раз в своей жизни слышали слово «хвостохранилище»? Хвостохранилище нет. Не слышала. Но я немного ценных пушных зверей видел. И зачем хранить хвосты? Ну, я думаю, чушь такая-то вообще. В хвостохранилище. Не, ну их же на шубы не сделаешь. Только на воротники, там, на абуа такие. Но есть шапки с хвостами. К чему это все? Мы сейчас пытаемся понять, хранятся ли в хвостохранилище хвосты. Причем в шапки и шубы вообще. И можно ли там делать из хвостов шубы? Ложь. Потому что нужны ли людям вообще хвосты? Ой, боже мой. Что этот медведь замыслил? Это ложь. Медоносных пчел, которые возвращаются в Ури пьяными. Хорошее начало. Наказывают соратники. Наказание колеблется от простых укусов ног до их полной потери в случае рецидивов. Я думаю, это настолько, опять же, офигенно, что может быть правда. Представляешь, прилетает такая пчела домой. И такая, да опять нажрался, сволочь. Где? Где мой мед? И скалка его, знаешь, по всему улью. Я думаю, это вполне правдивая картина. Ну, я так понимаю, что если у них есть ноги, то есть и руки. Да правда это? Представляете? Да. Шок. Ой, Рич, слушай, слушай Рамонушку, слушай, он, он знает. Я, я уже которую игру подряд доказываю, что есть у меня, есть у меня нюх какой-то на эти вещи. А Рич все продолжает отказываться верить в мой авторитет. Если у вас нет никаких долгов и есть в кармане 750 рублей, то вы богаче 25% американцев. Я уверен, просто исходя из постановки данного вопроса, что это правда. Но насколько это правда? Это, это правда. Но это не правда. Калифорния, отличная видна из Владивостока. Что за дарит? Речка там протекает, понимаете, между Калифорнией и Владивостоком. Ага. В бинокль посмотрел и помахал там калифорнийцам, короче, из Владивостока. Тихая река. Ну, хоть давай. Я не. Но меня это опять преследует. Это я как-то недавно мост строил из Владивостоков в Сан-Франциско. Да. Ложь, конечно же. Вы выиграли. А где салюты? Нет, меня это не устраивает. Еще хочу. Однажды 44-летний мужчина из Великобритании нашел и напал на 13-летнего подростка за то, что тот очень часто убивал его в Call of Duty. Блин, ребята, это за 100% это правда. Ну, 100% это правда. Потому что это про Великобританию. Если вы хотите в этой игре заработать максимальное количество баллов, я уже понял, как здесь работает. Если вопрос касается какой-то, ну, вообще страны или политики, если это что-то негативное относится к другой стране, отвечаете, что это правда. Понимаете, надо плюсы искать, да? Игра пытается сделать так, чтобы мы почувствовали себя хорошо. Чтобы мы такие, да ну нормально мы живем, блин. Вы посмотрите, какая херня творится в других странах. А мы хорошо живем. Смотри, правда. Просто проверяю. Смотри, правильно? Че? Проверяю свою теорию. В 2017 году в Норвегии отключат все FM-радио и оставят только цифровое. А возможно? Ну, это не политический вопрос, поэтому я не знаю, как тут отвечать. Ну, это возможно, потому что... Правда? Так, написано же... Да. Видишь? Не так. Ооо! Так, в 1913 году Гитлер, Сталин, Троцкий, Тита и Фрейд все одновременно жили в Вене, в Австрии. Это знаешь, это такой анекдот такой начинается. Как там заезжают в Вену Гитлер, Сталин и Троцкий, Тита и Фрейд? Не знаю. Тюна, ты, да, отвечай. Да ты всю игру сегодня не зная про Гинск, давай. Ну, это еще до первой мировой, я думаю, правда вполне возможно. Правда, Сталин, я не уверен. Вот Сталин, что ему там делать? Ну, может быть, приехал погостить. Да, на каникулы. Я бы ложь ответил, наверное. Ложь. Давай ложь. Это непонятно. Чушенька это. Мы проиграем? Вау! Такий занятный факт. Такий, да. Знаменитая формула. Все, играем, да. Вот, все, последний заход. Да. Знаменитая формула «дважды два равняется пяти» пришла Джорджу Орулу в голову, когда он услышал советский лозунг «пятилетку в четыре года». Возможно. Но, зная творчество Орулла, да, он как бы частенько касался проблем нации, проблем политических. Да, наверное. Правда? Да. Видишь? Да, теория работает. Актер Марк Волберг отсидел 45 дней за попытку убийства. Зная характер и нрав Волберга, скорее всего. Возможно. Но 45 дней за попытку убийства, там, скорее, 15 лет дадут. Ну, это актер, очень популярный. Как бы... И это Америка, где можно отмазать любое убийство, ей-богу. Да, серьезно. Отвечай. Правда? Правда. Конечно, правда. Смотри, работает теория, а? Работает теория вообще. Актер Элайджа Вуд удостаивался титула «Король пива» шесть раз за 2001. Элайджа Вуд. Для тех, кто не знает, кто это такое, это, собственно, Хоббит. Так его знает больше всех людей. И как часто происходят эти соревнования? Да, почему шесть раз за год? Может быть, это не соревнования, а там, он нажирался шесть раз. Правильно, это ложь. Ну, просто, ну, какая-то херня. Бетховен первый человек, которому довелось услышать спорящих клоунов. Что? Я... Я просто... А Бетховен тогда не принимал кислоту так же, как автор этого вопроса? Ну, потому что... Я придерживаюсь теорию, что спорящих клоунов впервые увидел один из спорящих клоунов. Когда он уже оглох или до этого? Давайте вытащим. Ну, наверное, после. После. Оглохший Бетховен впервые услышал спорящих клоунов. Какой-то заголовок желтой газеты, знаешь, вообще? Да, вчера. Ложь. Ложь. Подожди, ложь. Это ложь. Ну, просто, ну, что вы так... Достаточно проехать 40 километров в любом направлении по Великобритании, чтобы столкнуться с новым британским акцентом. Я вам сразу говорю, это правда. Да, возможно. Огромное количество различных акцентов в Великобритании. Они по акценту определяют, в общем-то, довольно точное местоположение. Да, откуда ты родом. Отца, мать и род твоей деятельности. Ну, это уже в пабах, когда пиво выпили побольше. Отца, мать и род твой. Ты правда. Правильно. Правильно. Японская мифология, если зонт был оставлен в одиночестве на долгий срок, то он становится одноглазым, одноногим демоном-перескоком. Вот стопудово, правда. Не, ну, там есть такой миф о том, что оставленные на долго старые зонты, которыми не пользовались, становятся демонами. Да, правда. Это ж японцы, они ж больные на всю голову. Конечно, правда. Я хочу сказать, что это в принципе правда. Зонты так и делают. Перескакиваю. 53% жителей Кубы уверены, что Авраам Линкольн вырос в Японии. Ээээ, что? А где вырос Авраам Линкольн? Это настолько, понимаешь, если, если, это настолько оскорбительный вопрос для жителей Кубы, я отвечаю ложь. Ложь. Ну, что за... Что они там, ну, совсем тупые, что ли? Конечно, ложь. Правильно, ложь. Джеймс Хэтфилд из Металлика. Мы там правда, да, отвечали? Да, правда, да. Правда? А давай поэкспериментируем. Золотая рыбка. На самом деле вовсе не золотая и даже не рыбка. Что? Ну, это вопрос с подвохом. Ну, да, она не золотая, но она рыбка, правильно? Не осьминог там и не черепаха. Ложь. Ложь. Ложь просто. Правильно, это ложь. И архитектор. Последний вопрос. Архитектор первой пирамиды хотел, чтобы она имела форму шара. Я хочу построить пирамиду в форме шара, говорит архитектор. Но ему говорят, но это же не пирамида, это уже шар. Он такой, нет, вы не поняли, я так творчески вижу. Это должна быть пирамида, но в форме шара. Да и вообще тут вопросов много. Посмотри на эту честную свинью. Что такое первая пирамида и... Да. Мы выиграли. И кто знает ее архитектора? Мы с вами побеждаем. О, молодцы. Это... Странно. Игра бесплатна, можете сами попробовать, но надевайте фольгу на голову, чтобы вам не внедрили какие-то ненужные мысли. Сразу предупреждаю. Тут, короче, два варианта. Либо уметь критически мыслить и оценивать полученную информацию, либо фольгу на голову надевать. Вот, выбирайте сами. А со мной сегодня был наш ангел-хранитель по имени Тюна. А пока-пока, удачи всем. Критически мыслящий, но не верящий в авторитеты Рич Маквуд. Все будет без авторитета. И бессменный ваш покорный ни разу не слуга МДЖ Рамон, который советует вам думайте головой. До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова